Дмитрий, вот вы сказали в своем разговоре с участниками этой встречи, что вы боитесь, ну, может быть, я не совсем точно передам вопрос, но сущность в том, что вы боитесь показать немножко грязь и величество России французскому зрителю. Вот объясните. Я не то, чтобы боюсь, нет, не то, чтобы боюсь, но просто когда делаешь в Москве про себя, в общем-то, так сказать, предельно откровенен. А когда показываешь это без всякой корректировки за границей, то страх не то, что я хочу что-то изменить, нет, я хочу показать именно то, что мы сделали. Но это же вечный комплекс русского, как говорил Пушкин, я ругаю Россию, но когда слышу, как это делают иностранцы, я хочу ее защищать. Поэтому, ну, вот этими чувствами я и был вчера, как бы, на спектакле, когда видел, что французы смотрят на нашего Шостаковича. На нашего Шостаковича. Новаторство, ваше новаторство вообще в театре, оно заключается в чем? Я не специалист по собственному новаторству. Это не меня нужно спрашивать. Мы просто, ну, может быть, таким языком начали разговаривать пять лет назад и продолжаем до сих пор. Но его описать очень трудно, это надо посмотреть в реальности, его очень трудно описать. Это все вместе, обычно без слов, а иногда со словами. Только нас куда-нибудь пишут в разряд театров, которые без слов образы показывают на сцене. Ну, мы сразу захотели слова сделать, чтобы нас никуда не всовывали ни в какой ящичек с надписью «Спектакля без слов». Поэтому границы этого нашего я не очень знаю. Ну, наверное, это отличается чем-то от того, что вокруг. Но чем, я сам не берусь. Я хочу сказать, что я очень рад, когда на наши спектакли приходят и пожилые люди. Их было вчера, например, много. И было несколько человек, ну, я их знаю, они из русской эмиграции, очень старой. А в Москве к нам ходят даже дети. Спрашивают, можно детей привезти? Я с радостью говорю, можно. И когда ребенок пришел к нам в театр, ну, лет 10-12, я просто очень рад всем, говорю, сегодня дети у нас в театре. Актером сегодня праздник. Каждый, мне кажется, может увидеть в тех темах и в том языке, которым мы разговариваем, что-то свое. Ну, может быть, человек, который уехал давно из России, чего-то не поймет. Так же, как и ребенок не поймет чего-то, даже живя в России, то, что поймет человек, живущий во Франции, но уехавший из России давно уже в возрасте. Наверное, есть люди, которые понимают все. Но это не я, во всяком случае. Там какой-то комплекс, цветок такой. Мы пытаемся сделать какой-то цветок с запахом. Одному нравится его вид, другому нравится его запах. Третий думает, что его хорошо бы порезать, из него сделать салат. Он тоже может быть вкусный. В общем, какой-то такой странный, забавный цветок с каким-то содержанием. Вот или и через вкус, и через запах, и даже через салат, то есть через утилитарное его использование. Просто, что мне не скучно провести два часа в театре. Вот это утилитарное использование. В человека может войти, я надеюсь, входит через наши спектакли, какой-то смысл, какое-то чувство. Вот он пришел и раскрыл рот, как ребенок. Будь он француз, или белый эмигрант, или, я не знаю, эмигрант какой-то волны, там, 90-х годов, или ребенок в России. Он пришел, открыл рот, ему не скучно, и в этом состоянии он инъекцию получил. Инъекцию какого-то чувства до, не знаю, ну, я сейчас не хочу его определять, но какого-то смысла. Близкого к тому, что вкладывал Сервантес в своего Дон Кихота, Платонов в свою корову, я не знаю, Шостакович в свою музыку и так далее, и так далее. Вот, не на винтиках все построено ведь, и не на театре, конечно, но для меня театр тоже, что для него винтики, я могу, я этим живу. Для меня мир это вот в этом, ну, мое занятие 24 часа в сутки это вот это. Когда я выхожу из театра, конечно, я вижу толпу народу, наверное, коммерциализированную, наверное, потребительскую, наверное, новой России, которую я не очень люблю, или, там, люблю, но не все люблю. Ну, в общем, я понимаю, что этот мир живет по каким-то другим большим законам, но мне это неприятно даже. Я хочу жить, я хочу уйти, вот как только я шаг делаю из театра, я хочу вернуться обратно. Поэтому только там способом, который дан театру, можно сказать, вообще много и тем людям, которые проходят мимо и на вечерок заглянули. И вообще, знаете, когда люди собираются в количестве, там, даже 100 человек, 200, 150, у нас небольшие залы, они входят разные, а выходят объединенные, это, вот испытав это, трудно это на что-то променять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok